В весной 42-го, когда вся страна отчаянно боролась за право быть, команда Иванова и команда капитана Карелина встретились на футбольном поле. Работники железной дороги и авиапрома едва отойдя от заводских станков, одели спортивную форму и вышли на игру. Это сейчас команда, известная во всей стране как Локомотив и Крылья Советов. Но в военные годы назвать их своими именами означало раскрыть немецкой разведке место расположения секретных заводов. В составе Локомотива играл 18-летний Владимир Сардунин, который забил два гола, по его же собственным воспоминаниям. Впоследствии это девятикратный чемпион Советского Союза в составе Московского Динамо, в сумме по футболу и по хоккею, заслуженный мастер спорта и известнейший футболист. Вот он во время эвакуации находился здесь и приложил ногу к созданию Крылья Советов, забив два мяча в их ворота. 73 года назад игра завершилась со счетом 5-3 в пользу Локомотива. Победить помог опыт. Команда появилась еще в 20-е годы. Для Крыльев этот матч стал первым. В этом году, 3 мая, в память о той легендарной игре, на поле стадиона Локомотив снова выйдут работники железной дороги и авиапрома. Символы знаменитого матча – переходящий кубок и мяч тех времен. Вот здесь, видите, вот такая шнуровка, а мячи, это сейчас они сделаны из искусственных материалов, которые почти, в принципе, не промокают. А вот этот мяч, если им играть в грязь и в дождь, то он, по правилам, футбольный мяч должен весить где-то 400 с чем-то грамм, 480 с чем. А вот когда он намокал, то он порядка двух килограмм весил. Не переставая ковать победу в тылу, они умели просто жить, несмотря на голод и изнурительный труд. Несокрушимый дух советских рабочих должен стать примером для молодежи. На грандиозном празднике гостей ждет выставка оружия, реконструкция событий военного времени, концерт духового оркестра. Также все желающие смогут в тестовом режиме сдать нормативы ГТО. Алина Чемерис, Константин Головин, События.